приветствую вас друзья сегодня будем разговаривать про самое большое обновление за всю историю проекта мир танков который будет у нас 22 января 2025 года она включит в себя 11 знаковых игровых событий и новинок так написано на сайте об одном из новшеств уже известно им станет появление в игре техники 11 уровня с остальными новшествами нас будут знакомить вплоть до выхода обновления но и также написано что это будет грандиозное событие также я нашел информацию что это будет патч 1.32 который будет называться альфа собственно говоря у нас вот на эмблеме которую нарисовали тоже значок альфы на прошлых обновлениях этого таймера на сайте нам рисовали там всякие созвездия звезды и количество звезд это было количество фичей которые будут добавлять помню как-то у нас был патч рубикон вот это был грандиозный патч я надеюсь что этот патч будет такой же грандиозный но в положительную сторону но на мой взгляд очевидно что по любому в этих 11 фишках которые будут добавлять что-то будет из того что уже называли или планировали но так в игру и не добавили понятное дело одна из них уже очевидно что это танки 11 уровня 1 из которых это 4 тяжелых танка советский объект 452 к объект 259 американский мбтб и китайский bz-70 также нас еще ждут рано или поздно штурм сау ветка я думаю там уже готова будет она раньше или выйдет в этом грандиозном большом патче 132 остается только ждать также пт-сау польши нас ждут но я так понимаю они выйдут раньше уже там некоторые стримеры катаются на них так сказать доверенные стримеры чехословацкий пт-сау тоже где-то там должны быть когда-то будут ли они там или нет посмотрим и шведские легкие танки тоже когда-то там были в планах это что касаемо веток непонятно будут ли тут какие-то фишки из тех которые леста успела с его взять или нет разрушаемость на картах там какая-нибудь автопулеметы не знаю это что-то будет или нет там еще какие-то ночные карты что они там за это говорили типа им интересно посмотреть не знаю смотрели не там не смотрели будут они это делать или нет про это пока не понятно также какие карты нас ждут следующая карта который уже показывали нам карта камчатка потом рано или поздно должны появиться еще следующие карты аквила и никеевка они тестировались в разведке боем но так в игре еще и не появились также ребалансы карт многих планировались планировались но все как-то не ребалансится степи там рудники нск показывали расширяли там что-то расширяли расширяли что-то не расширилась я помню фьорда когда карту переделали вожди сразу начали тестировать ее изменения поскольку она получилась не очень что-то там потестировали потестировали так ничего и не изменили и вот таких вот изменений с картами было очень много там десятками но ничего тогда релиза и не дошло иногда там что-то добавляют но потихоньку также динамические объекты на картах были в планах но пока что этих динамических объектов нет будет ли это в грандиозном патч 132 или нет посмотрим также еще очень давно в 2019 году показывали нам тени с трассировкой лучей технология ждет когда значительная часть компьютеров игроков будет поддерживать но он я думаю некоторые танкисты там вообще играют на пустой коробке картонной поэтому это можно ждать много лет но это не точно у нас игра до сих пор очень плохо дружит с мониторами большого разрешения интересно вот такую фишку не хотят разработчики добавить в этом грандиозном патче чтобы на монитора с большим разрешением интерфейс был адекватного размера а не микроскопический под это надо всю игру там подогнать вот это было бы неплохое изменение было бы еще неплохо доработать камеру которая живет своей жизнью на каждом повороте также легендарное самое худшее изменение за всю историю мира танков это специальные снаряды за серебро с этим бы тоже не мешало бы поработать а также оглушение у арты которая вообще не к месту но почему-то мне кажется что с этим вообще работы особо не будет но посмотрим также у нас постоянно ведется работа над улучшением экипажей 2030 40100 там уже не знаю когда его там доделают он по-прежнему в недоработанном состоянии очевидно что много разработчики говорили про лбз 30 и скорее всего одна из фишек которые будут добавлять в этом большом патче это лбз 30 та же камера killcam он был в планах но что-то так до игры не добрался эта камера которая показывает когда вы умираете кто у вас стрельнул откуда какой-то урон снаряд пробить и отчетом к чему вообще информация все красиво показано очень прикольная вещь странно что игре больше 10 лет такой фишки в ней нет до сих пор хотя есть она во мной фирах тоже я не удивлюсь если будут какие-то изменения с камуфляжами 2d стилями 3d стилями с прогрессионными стилями и так далее поскольку там надо порядок навести новая античит система не позволяющая устанавливать запрещенные моды отложено из-за большой нагрузки как следствие большая просадка фпс может быть что-то в этом плане улучшилось бонус за танкование в 2015 году я вообще молчу я думаю это похоронили уже полностью серверные реплеи тоже там миллиард лет назад забыли за них также когда-то там рассказывали про какие-нибудь просмотр брони чтобы в ангаре можно бы посмотреть какая там броня у танчика в модах это есть в игре нет видимо может поэтому они каких-то там мододелов ищет чтобы что-то там они делали умный поиск клана для игроков тоже что-то непонятное но еще из того что я помню многобашенность какая-то забытая давным-давно пулеметики на танчиках ни хрена не стреляют а иногда хотелось бы все эти заборчики дебильные снести пулеметами и просто потом нормально стрельнуть в некоторых местах этих заборчиков в три-четыре слоя еще и всякого мусора навалено реально мешает стрелять таких фишек можно на выдумывать не 1111 что нужно игре что нужно изменить из того что есть что можно добавить что было обещано но не так и не добавлено что недавно разработчики рассказывали что они там делают в общем и целом я много наговорил из примерно того что может быть или из того что хотелось бы даже еще очевидно что в этом году очень много событий которые просто можно называть затычками делают вид что там что-то тестируют какие-то там ранги на каких-то уровнях разных или у нас стальной охотник включен уже какой-то год подряд просто позатыкали дыры возможно место в которых после патча 1.32 будут затыкать чем-то нормальным они просто лишь бы чем-то как раз таки может из того что анонсируют что добавят в этом патче и что впервые в игре у нас появится поскольку вот эти вот какие-то странные аркады дурацкие катать которые ну просто смех какой-то или ранги на непонятных лавалах или стальной охотник уже мы еще до нашей эры там в каком-то году начали с пятикантропами стального охотника катать и до сих пор катаем в общем и целом идей много я накидал все которые смог только вспомнить может быть позже еще что-то вспомню напишите в комментариях может быть вы что-то помните из того что я не сказал также на фоне вы видите мой бой в котором я смешно разобрал йоха в клинче потому что у нас замечательные механики пушкой снаряд отбивать я считаю что это дебилковатая механика и даже не всегда пушка ломается при этом как потом из такой пушки из такого орудия стреляешь ты когда ты им только снаряды отбивал но это чисто условная механика в аркадной игре в которой с реализмом ничего вообще пересечении немного ну да ладно в этом моменте это мне сыграло на руку хотя в целом я недолюблю эту часть игры где мы пушкой снаряды отбиваем конечно хочется улучшений много чего хочется в игре и чтобы содержание улучшилось и качество игры и некоторые вещи которые уже должны быть в современных играх их некоторых нет интерфейс до сих пор не особо дружит с мониторами у которых большое разрешение интерфейс милипиздрический ничего не видно очень много чего хочется чтобы исправили из камерой и соглушением из турбо боями и фулл голдой за серебро и хочется нового контента и хочется новых каких-то фишек новых механик чтобы игра просто так вот сделала бум все разлетелось вверх тормашками назад сложилось и мы играли в новую классную обалденную игру поскольку я сейчас вот не особо хочу играть в то что есть сейчас сейчас игра мерзкая но лично для меня очень тяжело найти в ней время когда я реально кайфанул большая часть боев это какая-то работа рутина тяжело ты пашешь хоть на какой-то результат чтобы что-то наиграть это получилось уже не игра какая-то просто дополнительная смена кайф игра приносит ну с трудом если можно это вообще так назвать но опять же это просто хочется это я уже просто ну знаю чё игре не хватает где у нее какие-то беды но в целом я бы не сказал бы что у меня завышенные ожидания я все что перечислил я особо не жду это я просто перечислил что хотелось бы я это свое хочу сформировал и отложил куда-то в сторону и забыл поскольку леста когда пришла многие я думаю надеялись что она придет все починит и будет все классно обалденно но со временем мы видим что леста как конвейер который делает много но больше работает в количество а не в качество много всего там везде там и каких-то новых контентов и новых каких-то событий всего много много и режима одновременно включено много, всего везде много, но вот качество этого всего, ну такое. Вот эти вот режимы, как затычки в основном выглядят, всякие там аркады, или ранги на любых там каких-то левелах, или стальной охотник, это все выглядит как просто поназатыкали пространство, непонятно зачем. Может быть после грандиозного альфа патча 1.32, вместо этих затычек понатыкают чего-то нового, а может быть и нет, поскольку в эти затычки, я думаю, на следующий год уже играть никто не будет. Я уже в этом году, в эту всю билиберду даже не захожу. Эти там ранги, нахрен пойми каком уровне, это просто чушь. Какие-то дурацкие аркадки, которые только Юше наверное нравятся. Это все какая-то чепуха. Завышенных ожиданий у меня нет, если хоть что-то улучшится, ладно. Главное, чтобы слишком многое где не ухудшилось, поскольку зная Лесту, зная их вот эти вот патчи, мы вот все наблюдаем, что выходит. То задания там дурацкие какие-то, которые портят бои, то вот ветка фугасных танков, которую ну люди говорят, им это токсично, это нам не надо, они добавляют. И таких вот вещей, которые портят бои и без того не особо-то приятные. Очень много там по мелочи, то там, то тут понапихали. То вот допустим, был эксклюзив за аукцион танк Марс. Люди его там взяли за какие-то кучи голды, сидят на своем эксклюзиве, такие все эксклюзивные, потом хоп их в коробки добавили, люди их тоже понабрали. И как эксклюзив, это что-то как-то уже утратило свою ценность. И люди, которые коробки берут, они получают в коробке копию танка, которую, а зачем она им нужна? Лучше бы вместо нее что-то новое какое-то они получили. Обычно коробки зачем берут? Чтобы получить новый танк. А туда засунули копию. Просто в моменте просрали эксклюзивность Марса, и людям напихали в коробке копию, которая им не вперлась. Короче, вот просто обосрались в две стороны одновременно. И вот таких вот придуражливых моментов очень много. Тот же самый вот допустим рефералка. Ну это же просто чушь. Ладно, я короче даже не хочу перечислять, там можно еще лет 200 перечислять. Я скорее жду, что они примерно в таком формате и будут, как сейчас Лесто делает. Вот если они будут в таком формате, то да. Если они будут реально хорошие и улучшат где-то игру, я реально удивлюсь. Потому что у меня ожидания такого нет. Меня Лесто уже приучило, что меня вот каждый патч берут как котенка и тыкают в дерьмо носом. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик. Играть красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.